Всем привет! Я сегодня нахожусь в Красном Яре. Иду вот по улице. И здесь мне на глаза попалась такая вывеска, такой плакат «Пейнбольный клуб «Окжит Пес». Такая реклама, да, бесплатная. Но с другой стороны, я это снимаю для того, чтобы что-то интересное, полезное людям показать. Может быть кого-то это заинтересует. Там номера хорошо вроде бы видно. И еще поснимаю что-нибудь интересное, что мне по дороге попадется. Пойду по своим делам и по ходу дела буду снимать. Видите, какая рябина красивая. Я люблю рябину. Вот зимой так красиво смотрится. Белый снег и рябина красная. Ну что ж, пойдемте дальше. А сейчас я нахожусь во дворике. И меня радует то, что почти во всех, да можно сказать, что во всех дворах, за очень редким исключением, для детей строят горки, качельки, различные интересные такие вещи, чтобы дети могли играть. Это здорово, конечно. Единственный минус, что они недолговечные, потому что вот взять советские, вот как поставили их в советские времена, так 40 лет, 50 лет, наверное, вот эти качели и стоят, да, качели там, горки. А вот эти, знаете, года 4 прислужат и все. Потом их заменяют на новые. Ну ладно. Главное, что детям есть где поиграть. Вот. И здесь довольно неплохие качели. Обычно у меня качели, честно говоря, как-то напрягают, потому что в детских дворах качели довольно опасные. Они где-то находятся вот на таком уровне сидения. А здесь, смотрите, низко, довольно неплохо. А бывают такие качели безопасные круглые формы, а не такие как мягкие. Ну такие я редко видела мягкие круглые. В основном вот, вот так вот хотя бы должно быть, да? Довольно-таки безопасно. А то действительно бывают такие качели, что ой-ой-ой, страшно подойти. Вот. Но здесь неплохо. Дворик неплохой. Ой, эта улица у нас какая-то. Так, здесь написано парикмахерская весна, но она, по-моему, закрыта. И здесь нигде не написана какая-то улица. В общем, ладно, сейчас выйдем, посмотрим. Нет, все-таки нужно одевать варежки как-то вот. И я-то варежки одеваю, но вот когда я снимаю, руки мерзнут. Просто включить камеру и уже одеть варежки, держать руки в тепле. Я-то не так и буду делать. Это сегодня мороз, такой чувствуется. Вот здесь, наверное, делают ремонт. Ну да, ремонт. Так, а улица эта у нас нигде не написана. Нигде никакой таблички нет. Ну вот здесь вот написана магазин, также аптека, доктор К+. Вот это вот улица Достык, в той перелке, в той улочке, где была, не видно название. Ну, в общем, местные, наверное, узнают. Ладненько, двигаемся дальше. Вот это вот местная больница. Сейчас с вами пройдемся через аллейку. У меня уже как-то был видеоролик. Осенью я снимала, по-моему, осенью это было, да. Как раз я по этой аллейке шла. Здесь собачьи следы. Я прям как следопыт угадала, что за следы. Ну, собачек, кошечек-то легко угадать. Ну, здесь ничего не видно из-за снега. Так, как то осенью было покрасивее. Ну, зимой тоже классно, все беленькое такое. Так, куда-то я не туда зашла. Так, где же здесь выход? Наверное, пейду вот так вот. Вообще, кто любит зиму, пишите. Конечно, лето я люблю больше, чтобы тепло. Осень, весну люблю. Вот, как-то жила я на юге какое-то время в Алма-Ате. И мне вот реально не хватало нашего... Такой вот нашей, скажем так, сибирской зимы. У нас точно такая же погода, как и в Сибири. И зима такая же холодная. Вот такого пушистого снега. Люблю скрип. Снега под ногами. В общем, зимы мне там не хватало. Ну, зато там тепло. Это самое большое преимущество. Правда, когда я была в Алма-Ате... Не знаю, кстати, пишите тоже свой опыт, как у вас вот было. У меня две недели была акклиматизация. Потом ничего, привыкла к такому климату. Там действительно, когда с севера на юг едешь, оно чувствуется. Но все-таки, как я говорила, люблю больше все-таки весну и лето. Вообще, я, конечно, по-белому завидую тем, кто на юге живет. Потому что у них там тепло. Так, это вот улица достыт, я по ней иду, все. Магазин ясмин, но он там давно уже закрыт. Ну вот, я почти дошла до центра, до площади центральной. Там, что дальше, видно купол-мечети. Вот это что здание строят, я не знаю. А вот это вот здание, раньше здесь был цон. Насколько мне известно, цон вроде бы перенесли куда-то. Вот это вот, можно сказать, что это центральная улица. Вообще, да, достытка, это центральная улица. Но я имею в виду именно конкретно вот эту часть. Как центр считается. Вот где площадь. Вот она мечеть. Здесь бывший цон. Что сейчас там? Ну, местные, напишите. Я вот не помню. Я знала, просто я забыла, что сейчас там находится. А там вдалеке учебное заведение. Видно. Кстати, здесь уже пустили 12 автобус, потому что раньше... То есть он раньше здесь был, потом почему-то он стал ходить по той улице, а теперь вот с мутой опять здесь ходит. Ну, это хорошо, так, по-моему, даже удобнее. Хотя, в принципе, разницы нет. Можно перейти улицу и там сесть. Ну, там, наверное, уже оно не ходит. И недавно вроде бы открылся Ярдонер. Да, раньше не было. Кто любит Донер, можно зайти, да? Так. И вот здесь, на центральной площади, такой ледяной городок. Я всегда восхищалась людьми, которые умеют сделать что-то очень хорошо руками. Вот молодцы, да? Потому что надо уметь все так делать. Все так построить. Детям радостно. Да и взрослым тоже не прочь вспомнить детство и катаются тоже. Вот ребятишки там катаются. Вы знаете, для села это нормально. Нормальный ледяной городок. Вообще, молодцы, что что-то делается. Действительно, вот, я же говорю, детям и взрослым радость. Вот так вот прийти даже покататься, да? Сфотографироваться, вот. Молодцы, стараются все равно. Елочка. Это, по-моему, медведь. Кажется, вроде бы, унушки торчат. Это, по-моему, медведь. Сидит в задумчивости. О, здесь уже дырка. О, вон. О, симпатичненько. А это похоже на быка. Да, это бык, по-моему. Ну, что-то, что-то, кто-то, я не поняла, кто-то как-то кирпичик, что ли, или туда не вставил кирпичик, или вытащил. Хотя вытащил, но вряд ли. Так, наверное, было сделано. Ну, ничего. Так, что здесь? Здесь нет скульптур. Вот. Еще одна скульптура. По-моему, здесь скульптуру, если я не ошибаюсь, разбили. Здесь что-то было. Ну да, смотрите, вон лапа. Кажется, что-то было. Сразу детство вспоминается. Я помню, раньше возле филармонии, то есть тогда это было ДКЖ. Тут строили ледяной городок, а мы там недалеко жили. Да и сейчас мы там, оттуда недалеко живем. Мы с семьей, вот с братом ходили в ДКЖ и там катались. Вот, было классно. Ну, сейчас рядом с филармонией ничего не строят. Окей. Ну, на этом свое видео буду заканчивать. Пишите комментарии, я их все читаю. Ставьте лайки. Кто подписался, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. И на этом всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...